МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. С какой целью Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков посетил Щетский и Актугайские районы? Что проверил и на что просил обратить внимание, вы узнаете через несколько минут. Житель Тимиртау судится с сотрудником дорожной полиции. Мужчина пытается отстоять свое водительское удостоверение. Я объяснил причину, спрашиваю документы, я ему дал, идемте со мной. Преподаватели художественных школ имели возможность поучиться у профессионала, заслуженного деятеля культуры Республики Казахстан, художника Айбека Бегалина. Обо всем более подробно. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков продолжает проверять готовность к прохождению паводкового периода. Рабочая поездка была совершена в Щетский и Актугайские районы. Все подробности в следующем сюжете. В Щетске началась реализация мероприятий по защите от весенних паводковых вод. Аким районный Раскали Абдекеров рассказал, что уже проведено несколько заседаний штаба, на которых были приняты важные решения. Учитывая прошлогодний опыт, в первую очередь были определены дома, наиболее подверженные затоплению из-за скопления большого объема снега. Жильцам домов вручили предупреждения и памятки, что следует делать в случае чрезвычайного положения. С населением проведена разъяснительная работа. Также Нурмухамед Абдебеков посетил избирательные участки. В поселке Агадырь на сегодняшний день от снега расчищено 15 улиц, 137 дворов, 15 водопропускных шлюзов и труб, 8,8 километра канав. Оказана помощь по очистке снега 11 дворов малоимущих семей. Акиматом поселка подготовлены 2000 мешкатары, 2000 тонн инертного материала, надувные лодки, лопаты и прочего. Налажена работа системы оповещания. У нас есть безопасные водохранилища, и мы сами выбрали пять опасных плотин, чтобы держать ситуацию всю под контролем. Далее Акимобласти посетил дом знаний в Актагайском районе. В прошлом году здесь был проведен капитальный ремонт. Отремонтированы крыши, окна, двери, системы отопления и электроэнергии. Сегодня в этом доме расположены отдел образования, школа искусств, центральная библиотека, а верхние этажи выделены под служебные квартиры. В данный момент здесь проживают 24 семьи. Добрый день! Я благодарна руководителям районного и областного Акиматов. Раньше мы снимали жилье, для нашей семьи это было нелегко. Но теперь нам подарили квартиру. Нашей радости нет предела. В завершении рабочей поездки Нурмухамбет Абдибеков провел совещание по готовности и предотвращению последствия паводка. Екатерина Афанасьева, Арман Нертаев, Первый Карагандинский. Житель Тимиртау судится с сотрудником дорожной полиции. Мужчина пытается отстоять свое водительское удостоверение. Ранее на него был составлен административный протокол об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако водитель уверяет, не пил. Возможно, блюститель порядка перепутал запах спиртного с ароматом лекарственной настойки, которую он употреблял. В деле разбиралась Аймамарина. Я объясню причину. Спрашиваю документы, я ему дал. Идемте со мной. Айдос Искаков – водитель со стажем. В суде мужчина рассказывает о злополучной остановке сотрудникам ДПС. Со слов водителя, инспектор не назвал причину остановки и стал обвинять его в употреблении алкоголя. Они проехали в Тимиртауский наркологический центр, где предположения полицейского подтвердились. Врач дал заключение – алкогольное опьянение. Но Айдос с таким заключением не согласен. Когда я сдавал алкотез в Тимиртау, я не видел, что мундштук аппарата стерильный. Его принесли уже собранным, хотя мундштук должны были надеть при мне. Я сдал кровь в Карагандинском наркологическом центре. Результат отрицательный. Но в суде мою справку не берут в счет, мотивируя, что с момента задержания и до момента сдачи анализа прошло около трех часов. В суде выяснилось, что у Тимиртауской наркологической организации не все в порядке с документами. Организация с наименованием КГП наркологический диспансер города Тимиртау, управление здравоохранения Карагандинской области, была ликвидирована 26 июня 2014 года. Сотрудник ДПС в суде рассказал другую правду. С его слов протокол был составлен без нарушений. Когда я попросил передать ему документы на транспортное средство и водительское удостоверение, он открыл переднее окно, с машины пошел резкий запах алкоголя. В салоне автомашины находились трое человек. Ну и я подумал, может быть, от пассажиров этих попросил водителя выйти с управления. Он когда вышел на улицу, он шатался и стоял. Адвокат водителя намерен доказать правоту своего подзащитного. А вот врачи областного наркологического диспансера пояснили, при правильном употреблении лекарства алкогольного опьянения быть не может. Трубки может показать и любые другие химические препараты, которые реагируют алкотест на это. Понимаете, не только алкоголь. Если кислая среда какая-нибудь попадет в эту трубку, ну то есть ни один врач на это не ориентируется полностью. Это качественный метод исследования. Если трубка показывает, значит мы можем просто подозревать, человек, возможно, употребил. Но опять-таки, когда в комплексном проведении медосвидетельствования, мы ориентируемся на общую клиническую картину. При сомнении обязательно берем биоанализы. Председатель общественного объединения ОСА считает, что зачастую водители просто безграмотны и не могут защитить свои права. Необходимо было, конечно же, этому водителю все фиксировать на видео. Обязательно все вот эти нюансы, которые водитель утверждает, он должен был заносить в медицинское заключение. Он обязан был в течение двух часов, подчеркиваю, поехать сдать повторный анализ. Кто прав, кто виноват, рассудит Фемида. А пока водителю угрозит лишение прав сроком на три года. Аймамрины Сламбекуспан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В приговоре суда первой инстанции по делу экс-премьер-министра Серика Ахметова найдена техническая ошибка. Также прокуроры просят исключить дополнительную меру наказания в виде конфискации имущества для ранее осужденных Ерлана Кысыкова и Айдара Тельгарина. Со слов гособвинителя Медео Жаканова, вина всех фигурантов громкого коррупционного дела полностью доказана. В специализированном межрайонном суде продолжается процесс по рассмотрению апелляционной жалобы экс-премьер-министра Серика Ахметова и других 11 осужденных чиновников. В первый день слушания адвокат Серика Ахметова просил суд оправдать его подзащитного. Но гособвинители подчеркнули, что приговор первой инстанции полностью соответствует закону. Прокуроры сделали лишь небольшие исключения для бывшего заместителя Акима города Караганды Айдара Тельгарина и экс-менеджера компании СПК Сарарка Ерлана Кысыкова. Ранее оба подсудимых были приговорены на 4 и 3 года тюрьмы с конфискацией имущества. Их статья не предусматривает конфискацию, пояснил Жаканов. Также он рассказал о допущенной судом технической ошибке. Приговор подлежит изменению в следующем. В отношении Айджанова исключить из реликтивной части приговора пункт Б, части 2 статьи 307, так как судом допущена техническая ошибка, поскольку диспозиция указанной части не предусматривает квалифицирующих признаков. Квалификацию по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса и назначенную меру наказания осужденному Айджанову оставить без изменения. Заместителя начальника административной полиции Карагандинской области Ергобыла Жукенова приговорили к 2 годам условно. Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили такой приговор. Судья Кайрат Касимов признал подсудимого виновным по статье «Мошенничество» и назначил наказание в виде 2 лет пробационного контроля. Также теперь осужденный никогда не сможет занимать государственные должности. Приговор еще не вступил в законную силу. Ранее в судебных премиях гособвинитель Биембет Тусупов просил для Жукенова 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненного лишения права занимать должности в госорганах, а также взыскать судебные издержки в размере 47 тысяч тенге. Сам Жукенов вину так и не признал. В последнем слове экс-полицейский просил оправдать его и разобраться в деле. Однако суд счел доказательства его вины в поборах собственных подчиненных достаточными. Ущерб от его действий оценен в 55 тысяч долларов. В деле фигурируют 11 потерпевших. Напомним, Ерга Былжукенов курировал дорожно-патрульную службу Карагандинской области около трех лет. Его задержали после жалоб подчиненных на поборы. В суде его обвинили в хищении чужого имущества, использовании служебного положения, подстрекательстве к даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Аймамрина Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спонсор показа «Галакси Групп». Производитель продукции торговых марок «Алюгал». Галвин. Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий. Надежный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. Продолжаем выпуск. В Караганде в преддверии выборов депутатов Маслихатов прошло несколько заседаний общественной комиссии по контролю за выборами. Егор Капель, член комиссии, отметил, что сейчас казахстанцы находятся на уровне узнавания партий и кандидатов. Что еще обсуждали на заседании в следующем сюжете? В стране полным ходом идет подготовка к выборам. Члены Республиканской общественной комиссии по контролю за выборным процессом уже провели несколько заседаний. Они напомнили, что не являются ревизорами на избирательных участках. Напротив, члены комиссии стремятся помочь как кандидатам, так и избирателям. Во-первых, должны помочь избирателю, нашему гражданину, чтобы он мог исполнить комфортно свой гражданский долг. Это что значит? Это значит то, что он должен прийти, ему никто не должен помешать. Это первое. Не наблюдатель, он должен свои права знать. Не избирательная комиссия, а должны помочь ему для того, чтобы никто не мог помешать. Члены Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами заботятся о том, чтобы каждый избиратель имел право находиться в списке для голосования. Если гражданин самостоятельно не может прийти в кабинку, люди, имеющие право завести избирателя, должны помочь ему дойти до кабинки и проголосовать. Также стоит отметить, что есть граждане, которые не смогут по состоянию здоровья прийти на избирательный участок. Необходимо позаботиться, чтобы и такие люди могли исполнить гражданский долг. К ним должны привезти урны для голосования. И, конечно, дать равные права всем кандидатам и партиям. Это говорит о том, что сегодня они должны выполнять свои обязательства, свои обязанности в рамках предела закона о локационном периоде. И в то же время, когда наступит день голосования, тоже в рамках этого, значит, мы должны, будем говорить, посмотреть, чтобы были выборы прозрачные. Для наблюдателей тоже существуют определенные правила. Одно из условий – от одной партии должен находиться один наблюдатель. Он несет ответственность за свое поведение. Международные и республиканские наблюдатели имеют равные права. Екатерина Афанасьева, Нуртайжак, Слой Карман Нуртаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. По Октябрьскому району Караганды наметилась тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом. Но среди детей до 14 лет отмечен рост заболеваемости этим недугом. С 23 февраля по 23 марта 2016 года в Казахстане проходит месячник по профилактике туберкулеза, приуроченный к Всемирному дню борьбы с туберкулезом под девизом «Остановите туберкулез, пока я жив». В Управлении по защите прав потребителей Октябрьского района Караганды прошло заседание круглого стола, посвященное этой теме. Борьба с туберкулезом требует постоянного внимания всех слоев общества. Поэтому за круглым столом собрались не только медики различных учреждений, но и представители местной полицейской службы. Цифры по Октябрьскому району Караганды обнадеживающие. За 12 месяцев 2015 года отмечено снижение заболеваемости туберкулезом на 15,7%. За два месяца 2016 года зарегистрирован 21 случай. Это на 10 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но, как отметили собравшиеся, почивать на лаврах еще рано. Есть немало нерешенных проблем. Лица без определенного места жительства зачастую выпадают из поля зрения медиков. Теперь, согласно подписанного в феврале месяце совместного протокола Управления здравоохранения и полицейских сил, среди бомжей будет проводиться докилоскопия, чтобы идентифицировать заболевших. В центры адаптации и реабилитации еженедельно будут выезжать в передвижные флюорографические кабинеты. Особое внимание будет уделено противотуберкулезному диспансеру. Его охрана непрофессиональна. Поэтому местная полицейская служба ищет возможности решить и эту проблему. При выявлении заболевания туберкулеза, опять же, с вашей помощью коллеги и сотрудники правоохранительных органов, это договорено, что этих больных будут доставлять или в областную туб диспансеру, или в туберкулезу, в зависимости от формы внедрения. Туберкулез может выявить только специалист, потому что его симптомы имеют схожесть с простудными заболеваниями. Именно поэтому проводится флюорографическое обследование всех слоев населения. Если вам в поликлинике дают направление на флюорографию, не откладывайте его. Это делается для вашего блага. На ранних стадиях туберкулез излечим. А вот когда он запущен, чем может закончиться лечение, неизвестно. Многие больные с открытой формой туберкулеза избегают всячески от лечения. Поэтому помощь правоохранительных органов в данной ситуации очень необходима. Обращайтесь к вашему врачу и не отказывайтесь от предложенного обследования. Важно помнить, что не до конца проведенное лечение приводит к трансформации недуга из легкой его формы в неизлечимую степень. Сергей Высокосов, Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Как должна быть организована работа кабинета здорового ребенка? За четыре года подобные кабинеты стали самым главным органом работы первичного медицинского звена. Областной отдел здравоохранения уделяет этому большое внимание. Сегодня начала свою работу двухдневная конференция. Сотрудники здравоохранения рассказывают о правилах ухода как за больными, так и за здоровыми детьми. Объясняют, чему необходимо уделить особое внимание для правильного развития малышей. Занятия проводились для молодых мам и медицинских сестер. Одна из задач – это обмен опытом. То есть здесь медицинские сестра, которые из трех-четырех полиции, у которых уже с большим опытом, они делятся своей работой по организации, по ведению самих занятий, самих правильных консультаций. В кабинетах здорового ребенка должны работать самые опытные медицинские сестры, умеющие аналитически мыслить, способные оказать неотложную помощь. Главная задача – научиться правильно вскармливать новорожденных, научить мам правильно развивать детей. Мы сегодня застряем свое самое внимание на снижении младенческой смертности, заболеваемости, инвалидизации. И для того, чтобы каждая мама не только умела ухаживать, но и правильно распознавала признаки опасности, чтобы уберечь детей от смертности, от управляемых причин. Когда зависит от нас, что мы можем не допустить незапущенные случаи. Вот это вот очень важно. Снижение детской смертности – главная задача. Областной отдел здравоохранения уделяет этому большое внимание. Асель Зазымбаева, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Местная полицейская служба ДВД Карагандинской области объявляет о начале мероприятия автобус. Профилактические работы охватят всю территорию области с 10 по 12 марта текущего года. Стражи порядка будут следить за дисциплиной на дорогах, так как сейчас участились ДТБ с участием общественного транспорта. За два месяца 2016 года личным составом местной полицейской службы и административной полиции ДВД области выявлено и пресечено 358 нарушений, совершенных водителями общественного транспорта. Главная цель подобных мероприятий – это сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, повышение дисциплины среди водителей. Контроль будет вестись на дорогах межрайонного, междугороднего, межобластного значения по отношению к лицам, осуществляющих свою деятельность без регистрации. За два месяца текущего года на территории Караганинской области уже совершено три дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили ранения. За два месяца 2016 года сотрудниками УД города Караганы выявлено и пресечено 189 нарушений ПДД среди водителей общественного транспорта или это 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году, в 2015 году, было совершено 185 нарушений. Кроме того, в текущем году были зарегистрированы два наездных пешеходов автобусами ТО «Манас». Два случая со смертельным исходом, один из которых по вине водителя. Самая тяжелая работа у перевозчиков на междугородних и межобластных трассах. У нас каждый рейс проверяют, документы всегда все в порядке. Автобус, видите, в нормальном состоянии, чистый. Претензий от автовокзалов нету, от сотрудников ГАИ тоже нету. Водитель с 25-летним стажем Павел Оленьченко работает на направлении Караганда-Петропавловск. Говорит, что прежде всего все зависит от отношения водителя к работе, от его опыта и профессионализма. На вопрос, как избежать ДТП, Павел ответил, что это самое сложное при вождении автобуса. Тяжеловато, конечно, тяжело. Приходится как-то учитывать. Мешает после работы, как-то стараясь все это предотвратить, как-то на шаг впереди быть, чтобы не было никаких аварий, ничего. Стражи порядка говорят, что подобные мероприятия проводятся регулярно. Но эти три дня профилактическая работа будет вестись особенно усиленно. А сердце Замбаева, Лжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В первые теплые денечки душе особенно хочется творить и создавать весенние пейзажи. В Карагандинском областном музее изобразительного искусства прошел четвертый областной практикум-мастер-класс «Унир-Лёщебер». Какие картины были созданы преподавателями ИЗО, расскажет Екатерина Фанасьева. Краски, бумага и карандаши – все это не случайно разбросано на столе. Четвертый областной практикум-мастер-класс «Унир-Лёщебер» прошел в стенах областного музея изобразительного искусства. Этот практикум направлен на изучение интересных и разнообразных технических приемов, которые способствуют росту мастерства педагогов дополнительного образования. Это имеет огромное значение для молодежи, в том числе для всего населения. Во-первых, здесь представлена разная тематика. Тематика современного казахстана искусства, тематика также традиционного общества нашего народа. Здесь также имеет огромное значение для самих преподавателей. На выставке представлено более 80 картин. Помимо этого, каждый участник имел возможность проявить свой творческий потенциал, изобразить натюрморт в любой живописной технике и стилистике, подарив окружающим весеннее настроение. Преподаватели школ искусств Караганды, Шахтинска, Топара, Цимиртау, Садпаева к тому же плодотворно пообщались и обменялись мнениями. Это непосредственное общение между школами, это обмен опытом, это сотрудничество, это налаживание новых контактов. Собственно говоря, целью вот этого мероприятия было конкретно, чтобы люди просто приобщились к искусству и общались между собой. На практикуме прошел мастер-класс с участием члена Союза художников Республики Казахстан, почетного профессора Восточного международного художественного института Китая Айбека Бегалина. Художник подготовил для участников воображаемый пейзаж. Я хочу просто показать материал, традиционный материал 20 века, акриловые краски, и попробую сделать такой пейзаж, симпровизировать. В рамках практикума «Онер Лещебер» состоялось торжественное открытие областной выставки конкурса «Мастер-арт». Педагогам художественных школ, художественных отделений и застудий вручили сертификаты и дипломы. Екатерина Афанасьева, Нуртайжек, Салэк Арман Нартаев, Первый Карагандинский. И последнее. Всем любителям спорта. В Караганде состоится очередная игра единой лиги ВТБ. Баскетбольный клуб «Астана» встретится с командой Чехии «Нимбург». Игра будет проходить в спорткомплексе «Жастар» 13 марта в 16.00 часов. Напомним, что столичная команда является единственным представителем Азии, которые принимают участие в международном турнире. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова